Поверить в молодого художника, отказаться от привычных действий, уже сложившихся, понятных, рисковать, это может быть, наверное, только художник, который понимает художника. И она поверила, и, наверное, мы отвечали, и я отвечал ей этим же, потому что эта работа шла и днём, и ночью, сутками, потому что тебе дали возможность делать что-то новое. На то время это было вообще, я сходилась с принципиным непониманием, чтобы молодому автору дать какие-то вещи в министерстве, где сложные большие комиссии, но она по-детски, именно по-детски, она ждала эффекта. Потому что она сама художник, она понимала, как важно что-то новое, она чувствовала время, время перемен, и в этом она уникальная, конечно. Но я ещё знаю о том, что Долорес поучаствовала и в твоей личной жизни. Как это было? Это вообще было очень удивительно. Всё дело в том, что когда у нас появился на работе Валентин, она мне вдруг говорит, а мы работали в разных помещениях, она мне вдруг говорит, Марина, вот присмотрись, хороший мальчик. Я говорю, ну он же младше меня. Он говорит, нет, нет, присмотрись. Я вот вижу, он такой цельный, старается, работает, интересный, творческий, вот ты присмотрись. Ну и посмотреть-то я посмотрела, на этом и дело закончилось. А потом, вот через какое-то время, я думаю, скорее всего через год, вдруг вот видимо у нас всё-таки это чувство возникло. И сколько вы уже вместе? 21 год. Когда-то в ту же лабораторию к Ларисе Кондрашовой пришёл ещё один скромный мальчик Сергей Зверев. В Москву он приехал из Усть-Каменогорска. Кондрашова долго приглядывалась к нему. Уж очень он был провинциальным. Но увлечённый Зверевым любимым делом и педагогический талант Кондрашовой сделали своё дело. Со временем Сергей Зверев стал абсолютным чемпионом мира по парикмахерскому искусству. И долгие годы ему, как мастеру, не было равных. Сегодня, как известно, он пробует себя в шоу-бизнесе. Я знала его как потрясающего художника. Я не знаю его как певца. Таких много, мне это не интересно. Он был один парикмахер такого плана, один. А сейчас я не знаю, что это такое, я не слушаю. Он действительно мог бы быть одним из самых уникальных в мире? Да, конечно. Ученики вырастают и уходят. Такова участь любого педагога. Но порой с этим смириться бывает очень сложно. Особенно, когда они уходят в самый трудный момент. Да. Горько, когда я была парализована, они в это время уходили. И как крысы уползали с корабля. Никто никогда даже представить не мог, что с жизнерадостной и энергичной Долорес вообще что-то может случиться. Но ресурсы человеческого организма не беспредельны. Незадолго до трагедии у Долорес, к тому времени она уже вернулась к своему имени, было очень много профессиональных побед. За развитие мирового парикмахерского искусства ее наградили французским орденом командора рыцарского креста. Эту награду во Франции присуждают только деятелям искусств. Родина оценила заслуги талантливого парикмахера орденом знак почета, дружбы народов, трудового красного знамени и званием заслуженный деятель искусств России. Всемирная конфедерация парикмахеров избрала Долорес Кондрашову президентом стран Восточной Европы. В Москве Долорес построила свой дом прически, создала Академию парикмахерского искусства. Понятно, что за всем за этим огромный путь в несколько десятилетий с разочарованиями, нервными потрясениями и без преувеличения каторжным трудом. В конечном итоге, несколько лет назад Долорес парализовала. Инсульт констатировали врачи. У меня доктор молодой, Владимир Павлович, такой очаровательный молодой человек, сказал, если до утра выживет, значит выживет. Вот до утра, если договорились, я ему звонил, там каждые полтора часа, будет тяжелая ночь. Пускай это не покажется громко сказанным, да, но я прямо напугался, мне показалось, что все закончилось. В моей жизни, в том числе, и в окружающей. Я был, конечно, в шоке. Я, например, не представляла дом без ее духа, без ее энергии и без нее. То есть я не представляла, даже были мысли, а вот кто бы мог. И мне кажется, что на сегодняшний день никто не мог бы, вот никто, никто не мог бы заменить. Я испугалась, потому что я думала, как же так, вот ощущения были, что она будет всегда, что не будет такого времени, и не будет никогда не наставить такого момента, когда ее не будет. Это был урок для нас. Она, наверное, мучилась через нас. Это было нам. Посмотрите, что вы, что вас ждет, если вдруг каждый понял, что что. Вот. А для нее, я думаю, это испытание. Не дай бог никому. Не могла говорить. Вся правая сторона отнялась. Но я поняла. Я вообще сильный человек. Я решила, что я буду бороться. Болезнь окончательно лишила Долорес иллюзий относительно своих коллег. Несколько человек, которые казались такими надежными и такими преданными, ушли от нее сразу после того, как она попала в больницу. Долореса остались самые верные. Мне некуда уходить. Мне некуда уходить. Это вот самая высшая ступень, чего я хотела добиться. Мне здесь комфортно. Я себя чувствую здесь как дома. Она научила меня работать. Она научила меня правильно жить. Научила, наверное, вообще построила мою жизнь. Хотя я не могу сказать только за себя. Практически все люди, которые работают у нее, она всем помогла в этой жизни. Поэтому оставить ее, уйти куда-то, я считаю, что это неприемлемо. Во всяком случае, как бы для нас, для той команды, которой она вложила очень-очень много сил. Уже на второй день в больнице Долорес попыталась встать. Не смогла. Тогда она попросила врачей помочь ей подняться и дать зеркало. С трудом. Левой рукой она подкрасилась и все-таки сделала пару шагов. Врачи были поражены. Как ты считаешь, что ее вытащила, собственно говоря, с того света? В первую очередь, любовь к своей профессии. В первую очередь, о том, что у нее есть очень большое дело. И за этим делом стоят еще молодые начинающие мастера. И их нужно поднимать, их нужно в профессиональном уровне развивать. И, конечно, ей заново приходилось учиться говорить, учиться ходить. Конечно, она жутко даже где-то, наверное, комплексовала. Она, ей это было незнакомое чувство, потому что она очень сильный человек. Я думаю, вот те глаза, те надежды, которые мы смотрели на нее, не дало ей возможность долить дальше. Она просто не могла поступить по-другому. Мы готовились к новому чемпионату мира. Она интересовалась буквально каждый день нашими успехами, нашей работой. Она просила, чтобы мы показывали ей, что мы делаем. Вы знаете, нужно планировать. Вот что-то надо планировать. Мне кажется, что если человек планирует, он нужен Богу. Удивительно, но в самый разгар болезни Долорес Кондрашова планировала свою поездку со сборной командой на очередной чемпионат мира. И не куда-нибудь, а в Америку, куда лететь 12 часов. Близкие не хотели ее расстраивать и говорили, конечно, поедешь. При этом все прекрасно понимали, что после такой болезни не только о поездках надо забыть, стиль жизни надо менять. Но Долорес полетела в Америку. Она подготовила так своих учеников, что российские парикмахеры снова стали чемпионами, подтвердив звание сильнейших. И все коллеги во всем мире отдают должное России и Долорес лично в связи с тем, что она сделала для России и в целом для парикмахеров всего мира.